3 марта 2020 года в Болгарии отметили 142 годовщину освобождения от Османского Ига. Страна стала свободной по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов. То, что народ вместе с русским народом, плечом к плечу, сражался за свою свободу, я думаю, что это серьезный факт, и который никто не оспаривает. И вот сегодня 3 марта, который мы отмечаем как день освобождения Болгарии от Османского Ига, этот день для Болгарии имеет очень большое историческое значение для страны, которая прошла очень трудный, тяжелый период. День национального праздника Болгарии, день, который очень близок к нашей стране, близок к России, потому что за этот день, более чем 140 лет назад, сотни тысяч русских людей отдали свои жизни. И мы сейчас находимся в святом месте, потому что здесь покоятся русские воины, русские солдаты, умершие от ран, умершие в бою, умершие от болезней, умершие и за свободную независимость России, и за свободную независимость Болгарии. Отдать дань памяти погибшим и принять участие в праздничных мероприятиях в Болгарию приехала делегация Российского Исторического Общества. Член Президиума РИО – директор Государственного Исторического Музея Алексей Левыкин и член Президиума РИО – исполнительный директор Фонда Истории Отечества Константин Могилевский. Сегодня здесь, в селе Едино, проходят мероприятия, посвященные памяти русских солдат и болгарских ополченцев, погибших здесь, на болгарской земле, в ходе русско-турецкой освободительной войны 1877-1878 года. Каждый год по всей Болгарии проходят массовые мероприятия, поистине народные, направленные на то, чтобы отдать долг памяти тем, кто погиб за свободу Болгарии уже более 140 лет назад. В торжественной церемонии принял участие и председатель партии «Альтернатива за болгарское возрождение» Румен Петков. 3 марта мы отмечаем 142 года с момента возвращения Болгарии на политическую карту мира. Все это после пяти веков рабства, пяти веков османского ига. Участники церемонии возложили цветы к монументу на русском кладбище. Оно сохранилось здесь со времен русско-турецкой войны. Местные жители ежегодно возлагают цветы в память о солдатах-освободителях, проводят праздничные мероприятия. 4 марта 2020 года в преддверии 75-летия Великой Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику, воздвигнутому в честь солдат и офицеров Красной Армии, принесших свободу болгарской земле в 1944 году. Один из самых лучших памятников, которые стоят в Европе, посвящен Советскому Союзу. Для меня это особый момент, потому что я сын русского солдата, который прошел боевой путь с 1941 по 1945 год, который освобождал Европу, который освобождал и защищал нашу страну. Алеша, это памятник Алеши, поэтому всегда, когда я слушаю песню, она вызывает у меня очень сильные лица. В мероприятиях также приняла участие проправнучка, рядового Алексея Ивановича Скурлатова, прототипа памятника Алеши, Екатерина Банных. Испытываем гордость, такое воодушевление, благодарность, чувство ответственности, которое несет наша фамилия, наш род. Это такое достаточно непростое бремя. Чувство благодарности, безусловно, не только дедушке, но и всем советским солдатам, которые воевали, которые выжили, которые умирали, погибали во время войны. Символично соседствуют в болгарском городе Пловдив два памятника. Памятник советскому солдату-освободителю Алеше и русскому императору-царю-освободителю Александру II. Глубоко символично то, что здесь, в Пловдиве, стоят рядом два памятника. Памятник Алеше русскому солдату и памятник Александру II. Памятник солдату-освободителю и памятник царю-освободителю. Два освобождения Болгарии. 1878-й, 1944-й. Мы видим из документов, что в 1944 году абсолютно очевидно было многим, особенно старшему поколению, старикам, которые помнили освобождение Болгарии в 1878 году, абсолютно очевидно, что вернулись русские, вернулись освободители и во второй раз освободили болгарскую землю от страшного зла. Тема освобождения Болгарии в 1878 году от Османского Ига и в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков также поднималась в этот день и в ходе международной конференции 142-летия после русско-турецкой освободительной войны. Динамика в болгарско-российских отношениях. Что бы ни было на политическом уровне и какие бы проблемы ни возникали, но в любом случае вот та история наших народов, она создает корни этой дружбы, которые могут продолжиться на столетия, на тысячелетия и определять дальнейшую перспективу жизни развития славянских народов в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok